С мастером спорта по фридайвингу, подводным охотником из Волгограда Максимом Лубягиным Мы договорились встретиться в Анапе и вместе поохотиться несколько дней Личный рекорд Максима по задержке дыхания 7 минут 17 секунд Не советую повторять это достижение без длительных тренировок Анапа и Черное море встретили нас с теплой погодой и сильным ветром Мы решили немного погулять по городу и познакомиться с его историей Набережная Черного моря Курортный сезон еще не в разгаре, но жизнь на набережной уже кипит Здесь можно купить много нужных и ненужных вещей Можжевелово-фисташковый лес, минеральные целебные воды Все для отдыха и крепкого здоровья Анапская земля – это история России История войн, героев, русского оружия История древних веков и древних поселений Руины древнегреческого города Горгипия Здесь уже в пятом веке до нашей эры На этих благодатных землях люди возводили города Занимались торговлей, рыболовством, виноделием Чеканили свои монеты Мы с вами находимся на Черном море В районе города Анапа здесь уже большой утриш Но мы знаем, что вокруг Анапы много разных интересных местечек Суко, утриш и так далее Здесь будут проходить наши морские охоты Рядом со мной стоит Максим Лубягин Подводный охотник из Волгограда С которым мы списались и решили вместе Посвятить вот эти дни охоте на Черном море Максим уже давно занимается подводной охотой Уже достиг больших результатов На сегодняшний день в Волгограде воспитывает подводных охотников Преподает им и плавание, и задержку дыхания И охоту на рыбу Где ее искать, когда искать Как охотиться, в какое время года Какое снаряжение брать и так далее И так далее, и так далее А сейчас мы попросим Максима, чтобы он нам рассказал О весенней охоте на море Весенняя охота на Черном море довольно интересная Она отличается от охоты в пресных водоемах И также от охоты в Средиземном море, Атлантике и так далее Если рассмотреть подробно, какие виды рыб встречаются на Черном море То их можно в основном распределить на две основные группы Ну и одна, наверное, подгруппа Это рифовая рыба, которая добывается нырковой охотой Это черный горбыль Белый горбыль достигает больших размеров Тоже встречается, но он занесен в Красную книгу Достигает размеров иногда и 10, и 12 килограмм Черный горбыль, как правило, не вырастает больше 3-3,5 килограмм Самые крупные особи Очень интересная спортивная рыба Наверное, наиболее спортивная в Черном море Это зубарь Либо по-другому местные называют его каракоз Это очень быстрая рыба Моментально меняет траекторию движения Буквально уворачивается от горпуна Также встречается рифовая рыба Это скорпена Которая ведет довольно-таки пассивный образ жизни Это морской еж по-другому Шипы у нее ядовитые Поэтому эта рыба относится к разряду опасных животных Кефалевая система Это вторая категория рыб Это сингиль Это самые маленькие семейства кефалевых Это лобан Это достаточно крупный вид Ну и пеленгаз, который, в принципе, самый крупный вид И третья категория, которая в Черном море начинает приобретать все большее развитие Это пелогическая К ней можно отнести пеламиду Пеламида начинает появляться в Черном море уже довольно-таки в большом количестве Довольно часто встречается Она приходит к нам с Средиземного моря Ну, мы не будем рассматривать мелкую рыбу, таких как барабульки, зеленушка Хотя начинающие подводные охотники Основная у них добыча на Черном море Это зеленушки Также в море встречаются Я лично встречал осетра В Черном море все-таки еще остался осетр Встречаются также рыбы, ведущие прибрежный образ жизни Это такие, как лаврак В принципе, это является морским судаком Он, как правило, на мелководье обитает Достаточно осторожный, аккуратный Встречается все чаще в Черном море Дорадо Она также приходит к нам с Средиземного моря И охотники все чаще и чаще стреляют эту рыбу В чем специфика именно конкретно весенней охоты? Дело в том, что весной вода в Черном море Начинает прогреваться с береговой линии Середина мая, начало мая Как правило, прогревается уже градусов до 12-14 Но это зависит от года определенного Каждый год по-своему И рыба, которая уходит на зимовье Рифовая рыба на зимовку уходит на глубину Она начинает возвращаться к берегу Именно на прогрев воды Рыба встречается в это время Рифовая В метрах на 5, на 6, на 8 Где вода наибольшим образом прогревается Кефалевые, семейство кефалевых Весной начинают мигрировать С побережья Грузии Движутся в сторону Азовского моря На нерест, на кормовую базу Когда происходит движение кефалевых То есть миграция Они максимально приближаются к выступающим мысам И подводные охотники, которые делают залежки на мелководье на мысах Довольно успешно на них охотятся Я хотел бы подробнее рассказать вам о нашем герое Максиме Лубягине Спортом Максим начал заниматься в школе Потом армия Потом увлечение подводной охотой, фридайвингом На сегодняшний день Максим чемпион России по фридайвингу Задержка дыхания в статике 7 минут 8 секунд А личный его рекорд 7 минут 17 секунд Максим мастер спорта в дисциплинах подводная охота и фридайвинг Старший тренер Волгограда по фридайвингу и подводной охоте Судья третьей категории Эти кадры о подводной охоте зимой на Волге снял Максим Прекрасная задержка дыхания Дает возможность нырять в космосе подводного мира Наравне с рыбами Видимость до 20 метров Стрельба по рыбе идет с 5-6 метров Да, у этого человека есть чему поучиться начинающим охотникам Смотрите и учитесь Это кадры охоты на щуку Прозрачная вода зимой на Волге 10-20 метров Многие моря мира могут только завидовать В данном сюжете щука, как пастух, идет за стаей карася Съест карасика и идет дальше за стаей Ловко устроилось Максим завис с толщи воды И щука спокойно подходит к охотнику Этого крупного волжского карася Любители красивых иностранных слов называют буфало Любит на Руси дальний звон А разбираться, откуда он, никто не хочет Лень Это простой серебряный карась Никакого отношения он не имеет к рыбе с красивым названием буфало Вот такие истории происходят на подводной охоте О таких выстрелах охотник будет помнить долго И рассказывать своим друзьям Щука в этих рассказах с каждым годом будет прибавлять в килограммах Ну и пусть На то оно и рыбацкая история Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!